Теперь, после теоретического отступления, начнем знакомство с массивами. Объявление массива отличается от объявления простой переменной наличием пары скобок. Компилятор позволяет ставить скобки как после имени типа, так и после имени переменной. Но рекомендуется ставить их у имени типа, чтобы четко отделить тип от имени переменной. Объявление переменной и выделение памяти под массив — это отдельные действия. Массив создается оператором new. Размер массива фиксируется в момент создания и впоследствии не может меняться. При создании массива все элементы автоматически инициализируются значениями по умолчанию. Для чисел и символов это нули. Для булевских значений это false. Для ссылок это null. Явно инициализировать свежесозданный массив нулями не требуется. Если вам нужен массив с какими-то ненулевыми значениями, можно перечислить значения всех элементов при создании. Тогда количество элементов в квадратных скобках указывать не нужно. Размер массива будет определяться тем, что вы напишете в фигурных скобках. В некоторых случаях new, имя типа и квадратные скобки, можно опустить, оставив только фигурные скобки с содержимым массива. Это работает только когда переменная объявляется и инициализируется в одной строчке. В остальных случаях надо использовать полную запись с оператором new. Длина созданного массива доступна через поле length. Обращение к элементу массива выполняется при помощи квадратных скобок и индекса элемента. Индексация элементов всегда начинается с нуля. Таким образом, индексы массива длины n – это числа от нуля до n-1. Java проверяет, что вы не выходите за допустимые границы индексов. При попытке обратиться к несуществующему элементу массива, будет сгенерировано исключение, а программа аварийно завершится. В Java поддерживаются двух и более мерные массивы. Но многомерность здесь не совсем честная. Она эмулируется через вложенные одномерные массивы. Например, двумерный массив – это массив массивов. Если нарисовать раскладку всего этого дела по памяти, то получится следующая картинка. Это может быть не очень экономно по памяти, да и обращения к глубоко вложенным элементам будут подороже, чем в конструкции, когда многомерный массив хранится в памяти монолитным куском. Зато позволяет иметь ступенчатые массивы, когда строчки отличаются по длине. Или даже некоторые строчки могут отсутствовать. Продолжение следует... Продолжение следует...